приветствую вас мои дорогие друзья вы задумывались над тем что мы обозначаем с вами людей по признакам называя их именами библейских героев жестокий человек говорим ирод предатель иуда сомневающийся или тот кто не верит говорим фома неверующий вот об этом сегодня о фоме и когда мы так говорим фома неверующий мы можем подразумевать вот со мной это все нормально со мной это все хорошо и большинство людей это верят а вот он как белая ворона не верит но на самом деле если читать евангелие мы увидим совсем другую картину все люди до какой-то порыв своей жизни не верят в евангелие не верят христу и не верят в бога да что там говорить люди многие христиане сегодня продолжают уповать на то что они могут видеть ведь мы выросли в мире где громко заявляют что лучше один раз увидеть чем сто раз услышать и поэтому сегодня в христианстве практикуется паломничество есть такие коммерческие проекты вас приглашают в иерусалим вот вы пойдете по дороге по которой шел иисус вы вот здесь он спотыкнулся и вы прикоснетесь к стене где прикасался иисус да что там говорить о нас с вами и о христианстве нынешнем если мы читаем как апостолы иисуса христа после того как учителя арестовали распяли а затем было погребение в гробнице они все испугались за свою жизнь они разбежались а потом они собрались в одной комнате и написано двери были заперты из-за страха они боялись за свою жизнь и вот там не было фомы вот в первый день недели как мы читаем евангелию от она 20 глава и иисус приходит к ним через запертые двери со словами мир вам он является воскресший своим апостолом а затем уходят и вот по прошествии времени фома приходит к апостолам и они ему говорят мы видели господа какова реакция фомы почему он называется неверующим что он отвечает послушайте если не увижу на руках его ран от гвоздей не поверю фома приходит они говорят мы видели господа он горит ребята что за розыгрыш не верю вот что определяет этот фразеологизм вами фома не верующий да мы готовы верить только тогда когда мы можем потрогать увидеть осязать и мы это сегодня практикуем в христианстве я должен увидеть своими глазами а потом поверить не надо увидеть плащаницу меня до какой-то фрагмент креста говорят что сохранился потрогать мне надо пойти по той улице где шел христос и вот тогда вера моя будет крепкой ну а что же сказал иисус когда явился снова ученикам и фома был вместе с ними евангелие от анна глава 20 стих 26 после восьми дней опять были в доме ученики его и фома с ними пришел иисус когда двери были заперты стал посреди них и сказал мир вам потом говорит вами подай перст вы сюда и посмотри руки мои подай руку твою и вложи в ребра мои и не будь не верующим но верующим фома сказал ему ответ господь мой и бог мой иисус говорит ему ты поверил потому что увидел меня блаженные невидевшие и уверовавшие блаженные невидевшие и уверовавшие друзья вся библия учит нас верить в невидимый духовный мир апостол павел говорит что если только в этой жизни вот в этом материальном мире который мы можем видеть потрогать осознать своими руками если только в этой жизни мы надеемся на христа то мы самые несчастные люди дальше он говорит что все видимое временно а невидимое и вечно когда христос приходит снова к ученикам и фома среди них он обращается сразу же к фоме он говорит вот он я ну давай потрогай меня вложи свои руки в мои ребра как вы думаете фома это сделал ну мне кажется нет вот он моментально уверовал и это произносит вот это исповедание дай бог чтобы мы пришли к такому исповеданию он говорит господь мой и бог мой никто никогда из учеников не называл так иисуса да петр говорил раньше что ты христос сын бога живого а фома говорит вот стоит перед ним воскресший иисус ты господь мой и бог друзья чему мы доверяем больше своим глазам которые видят этот мир или святому писанию евангелию которая мы способны услышать когда читаем его или когда мы слышим проповедь об иисусе христе мы не видим голгофу мы не видим распятия но мы способны верить в иисуса христа наш учитель а говорит и учит нас совершенно противоположным вещам которые сегодня проповедуются в мире ведь мир говорит лучше один раз увидеть чем сто раз услышать а что говорит христос блаженный не видевшие но уверовавшие и возвращаясь к фоме после своего исповедания господь мой и бог мой фома как и остальные апостолы отправляется проповедовать евангелие идет миссионерское путешествие и предания говорят что он дошел до севера запада индии и индусы свято верят что именно благодаря фоме там появились первые христиане он насаждает там первые церкви а затем его убивают пронзают копьями за проповедь евангелия вот дай бог всем нам исповедовать на христа ты господь мой ты бог мой и не просто говорить это не просто говорить я верю но быть способными нести свою веру до самой смерти до последнего дня своей жизни я закончу словами из евангелия 20 глава евангелие тана 20 глава 31 стих сие же написано дабы вы уверены что иисус есть христос сын божий и веруя имели жизнь во имя его божьих вам благословения до свидания увидимся через одну неделю и и Субтитры создавал DimaTorzok